Наш эфир продолжает специальный репортаж. Один день из жизни депутата законодательного собрания. Мой коллега Андрей Баев побывал в кабинете народного избранника, пообщался с его помощниками и расспросил об особенностях работы. Вот таким привыкли видеть кабинет зампредседателя законодательного собрания Новосибирской области Валерия Ильенко. Здесь через пять минут начнется совещание. Но есть еще одна дверь, комната отдыха. Здесь в свободные пять минут можно посидеть, отдохнуть. Есть несколько диванов. Встречает также карта Новосибирской области со знакомыми местами города Новосибирска. Ну а здесь маленькая кухня. Если что, попить чай, кофе. У Валерия Павловича большая семья, поэтому в свободную минутку его встречает фотоколлаж с самыми близкими людьми. 8.30 утра. Планерка с помощниками. Точнее с помощницами. Четыре девушки записывают распоряжение шефа по своим направлениям. Все далеко не первый год работают с Валерием Ильенко. На полках в стеном шкафу кабинета в основном книги об истории Новосибирской области. По соседству награды, дипломы и приветы от спортивных товарищей, олимпийских чемпионов. На ручке двери вымпел бразильской сборной по футболу, что удивительно, потому что депутат Ильенко – заядлый хоккейный болельщик. Через полтора часа зампредседателя регионального ЗАГС Собрания с коллегами из Горсовета и чиновниками проводят совещания в областном правительстве. Уже к полудню переезд в Колывань. Несколько дней в неделю Ильенко обязательно проводит на своем избирательном округе. Сначала к новому собору Святой Живоначальной Троицы. Депутат возглавляет попечительский совет храма. Здание сдали, но есть нерешенные вопросы. Не запущена котельная, не завершено благоустройство парковой зоны, напротив пока лишь скопанное поле. Нет ограды. Так, с забором. Определились территория чья? Территория вообще передана в безвозненную храму, в юридический участок, а визор. Забор ваш? Забор наш. Ваш. Но православным пока это все не важно. Прихожане рады новому храму в центре Колывани. Как вам? Красота. Это уж у меня девятый десяток, и мне кажется, я такой красоты не видела. За это лето все работы, связанные с храмом, должны быть завершены. Дальше совещание с главой района и местными депутатами по вопросам строительства детских площадок. Тут же торжественно вручают удостоверение помощника депутата Заксобрания Дарьи Горячевой. Она будет заниматься вопросами молодежной политики в районе. Мы кое-кого подвижены, а тебе вручают удостоверение помощника. Дарья Горячева прошла конкурс. Работать будет на общественных началах. Именно так написано в удостоверении. Буквально 15 минут на чай-кофе. Пока есть время, интересуемся у опытных членов команды, каково это быть помощником депутата Законодательного собрания. Работа непростая, потому что, во-первых, Валерий Павлович достаточно требовательный руководитель, плюс поступает очень много обращений жителей, и работать надо достаточно оперативно, потому что Валерий Павлович очень жестко ограничивает в сроках, для того, чтобы люди как можно быстрее могли получить какую-то помощь или получить обратную связь. Ну и получается, что, грубо говоря, живешь жизнью другого человека. А это уже село Скала, того же Колыванского района. Встречает глава семьи Александр Хосянов. Инвалид, как и его супруга Алина, которой нет, потому что она только родила сына, лежит в больнице. Раньше семья ютилась в квартире. Сейчас депутаты и чиновники оформляют документы, чтобы помочь купить этот частный дом. Пандус уже сделали. Дальше обратно в Колывань, на личный прием граждан. Перед финальным совещанием с коллегами из районного совета удается спросить, о том самом вымпеле бразильской сборной по футболу. Валерий Павлович, у вас в кабинете висит Бразилия. Вы болельщик? Я его видел. Хоккея. Когда сборная Бразилия будет чемпионом мира по хоккею, тогда сборная России будет чемпионом мира по футболу. Таков был один рабочий день. В другие режим не менее насыщен заседаниями комитетов, сессиями и работой на своем предприятии. Андрей Баев, Дмитрий Злобин. Новости ОТС.